Радуемся жизни. Сегодня, что глава нас встретил, так радуемся жизни. Такого никогда не было? Не было ни разу. Я сколько лет порос, такого ни разу не было. Что вы думаете, дальше будет такая традиция? Конечно, будет. Будем продолжать так работать. Я думаю, что это было бы традицией, хорошо было бы. Сейчас очень большая ответственность у наших ребят теперь. Если глава приходит, министр, так включает, знаете, такое внимание, это здорово, конечно. Конечно. Ребята должны сейчас взбодриться и выходить на ковер. Мы с вами вместе двигаем нашу республику вперед. Конечно, у нас в настоящее время все идет в гору. У нас строится региональный центр по единоборствам. И, конечно, борьба займет в этом центре одно из основных ведущих мест. Это будет центр, который не только будет принимать тренировочные какие-то занятия, это будут сборы и сборных команд страны. Ну, что скажу, два-три призера, ну, как все знаете. Я хочу, вот Жирбаев только что говорил, вот его не олимпийский весен, на чемпионат мира надо отправлять. Вы же федерацию борьбы в России очень хорошо живете. Ну, нынче все приехали же. Вот его нынче отправить надо на чемпионат мира. А то у нас 50 лет один чемпионат мира, Борис Будаев. Ну, хоть и Жирбаев призером мира станет уже хорошо будет. Я так думаю. Ну, со своей, думаю. Согласен. Взяли в работу. У нас одна проблема, это очень такая трудно решимая. Конечно, решается, даже под ключами, естественно, будучи, чтобы освобождали наших ребят в армию. По спортроте работа идет, и с министром обсуждали этот вопрос. От Министерства спорта Российской Федерации будем писать письмо на министра обороны о возможности создания и спортроты, и, возможно, спортивной школы, ЦСКА отделения. По письмам наши спортсмены всегда могут освобождать для подготовки к каким-либо соревнованиям. Здесь абсолютно проблем нет. Просто конструктивные отношения должны быть. И мы эти отношения в ближайшее время, можно, практически, задокументируем какое-то там, подпишем соглашение, образно говоря. Мы сейчас вопросы многие задали, озвучили, проблемы. Они все это прекрасно понимают, министр и глава. Я думаю, они посодействуют решению этих вопросов, и борьба выйдет на новый уровень. За своего брата очень горд. Болел за него очень сильно, сильнее, чем за себя даже. Знаете, вот, когда вот чемпионат, до чемпионата России, во время чемпионата России, такая немножко напряженная атмосфера была, а тут просто мы расслабились, отдохнули. Очень душевно. Душевно, да. Это не такая вот какая-то жирная точка, да, вот что-то закончился там. Это только начало. Начало нашего совместного большого пути вот к тем медалям, которые сказал Валерий Каналевич. Валерий Каналевич – это чемпионат, основные Европы, мира и Олимпийский Канал.